Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. В эфире программа «Большая перемена». Сегодня мы рады продолжить наш марафон в представлении образовательных программ нашего прекрасного Байкальского государственного университета. И нынешнюю программу мы рады посвятить классическому, академическому, юридическому образованию. И для того, чтобы разобраться во всем поподробнее, мы пригласили самых компетентных людей в этой отрасли. И сегодня мы рады представить у нас в студии Елена Фойгель, директор Института юстиции Байкальского университета и заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора, а также Владимир Белоусов, доцент кафедры гражданского права и процесса. Здравствуйте, уважаемая Елена Игоревна и Владимир Николаевич. Здравствуйте. Ну а ведем программу для вас сегодня мы, Наталья Евдокимова. И Владимир Разместев. Рады вас сегодня видеть. Какой у вас настрой, как добрались до нас? Тяжело идти с другого корпуса. Да. Именно по теплому переходу, когда на улице свежий воздух и хочется пройтись по улице. Ну вот. Недавно мы отметили классическому юридическому образованию 30 лет. Давайте, я думаю, кратенько вспомним, с чего все начиналось. Становление. Становление юридического образования начиналось с юридического факультета. Юридический факультет был представлен, как и сейчас, тремя основными направлениями в области гражданского, уголовного и конституционного права. И тогда первым деканом юридического факультета был Валерий Александрович Семеусов, выдающийся профессор, доктор юридических наук, который, конечно, заложил основы юридического образования на Байкасе в госуниверситете, возглавив кафедру хозяйственного права. Это было очевидно, поскольку тогда это был институт народного хозяйства, впоследствии экономической академии. Я думаю, что все было достаточно закономерно. И сегодня, через 30 лет после основ юридического образования, я думаю, мы с уверенностью можем сказать, что мы развиваем юридическое образование, мы его поддерживаем и надеемся, что будем только улучшать. Хорошо. А вот расскажите, пожалуйста, про преимущества программы, потому что у нас в университете юридическая подготовка, она достаточно такая плотная. У нас есть программа юриспруденция, судебно-прокурорская деятельность и много-много других программ. Но в чем преимущества программ, которые имеются на ваших кафедрах, которые вы сегодня представляете? Ну что же, действительно, Елена Игорьевна, верно, отметила у нас три основных направления. Я бы сказал, даже два, наверное, да? Хотя, безусловно, вся юриспруденция зиждется на трех китах. Это конституционное право, уголовное право и гражданское право. Ну и позвольте начать тогда с цивилистики гражданского права, потому что хоть это и у нас одна кафедра гражданского правового профиля в структуре института юстиции, но она весьма занимает такое значительное место и по численности преподавателей на кафедре, и по той деятельности, которую она осуществляет. В настоящее время у нас на кафедре работают два доктора юридических наук, 11 кандидатов юридических наук. Есть ряд преподавателей, которые ведут активно работу над написанием диссертации на соискание ученой степени, кандидата наук. Есть уже хороший задел на докторскую диссертацию, поэтому, безусловно, вот эта вот научная составляющая при подготовке собственных диссертаций, оно влияет и на качество образовательного процесса. Более глубокие знания передаются студентам. В настоящее время кафедра гражданского права является выпускающей, как, собственно, из самого ее начала, с 98-го года, когда был приказ соответствующего ректора, издан о создании кафедры именно гражданского права и процесса. И несмотря, кстати, на динамично развивающиеся, изменяющиеся, постоянные организационные моменты в стране, и даже в университете, кафедра гражданского права и процесса, она была вот с таким названием и существует по сей день. То есть у нас здесь стабильность. Некоторые прослеживаются, хотя, безусловно, некоторые учебные дисциплины, они претерпевают какие-то правки, появляются новые, некоторые канут в лету, так сказать, да? Но, тем не менее, кафедра гражданского права и процесса является выпускающей. По гражданскоправовой специализации программа бакалавриата юриспруденция. Кроме того, наша кафедра отвечает за реализацию магистрской программы гражданское право и процесс. Это весьма интересная программа по той причине, что мы здесь пошли не по пути узких таких направлений, как и в некоторых других вузах, а более широко исследуется гражданскоправовая специализация, да, и читаются интересные дисциплины, такие как актуальные проблемы цивилистики, тенденции развития гражданскопроцессуального права, вечное право, осуществление защиты жилищных прав. Мое любимое направление, как оборот исключительных прав, хочу сказать, что ни в одном вузе нет такой дисциплины с таким названием. Похожие есть, а вот у нас это дисциплина оригинальная, но и ряд других. Кроме того, наша кафедра, она, в общем-то, готовит студентов не только гражданскоправового профиля, это же дисциплины универсальные, поэтому мы отвечаем за подготовку уголовно-правовой специализации. Новое наше направление, судебно-прокурорская деятельность тоже, кафедра активно, значит, читая дисциплины для студентов СПД, но и даже для неюридических профилей, да, допустим, у таможенного дела тоже есть вот основы гражданского права, гражданское право и так далее. Поэтому мы, в принципе, не смотря на то, что именуемся кафедрой гражданского права, задействованы во многих, у многих студентов, читая вот дисциплины гражданскоправового профиля. – Позволите тогда кратко обратиться к истокам вообще, Владимир Николаевич, Елена Игоревна, вот с чего вообще как раз зародились ваши кафедры, если так можно сказать, потому что какие-то преобразовывались, выходили потом в самостоятельные, но вот позвольте сказать кратко, с чего у нас вообще началась подготовка гражданскоправового профиля и уголовного непосредственно. – Я думаю, началось все давным-давно, более 30 лет назад, когда была кафедра правоведения, которая естественным образом разделилась, возникло юридическое крыло. Но что касается уголовного правового профиля, то здесь очень такие серьезные корни. И первая кафедра представителя уголовного правового профиля носила тогда очень смешное название – кафедра криминальных дисциплин. – Это кафедра преступных дисциплин, конечно, это было неправильно, но все поняли, к чему это речь. Это кафедра, скажем так, по борьбе с криминалитетом была, кафедра представителей уголовно-правовых, может быть, надо было назвать ее криминалистических, естественно, дисциплин, но тем не менее. И у нас на кафедре работали, всегда трудились очень выдающиеся представители сибирской правовой школы, это Владимир Иванович Шиканов, который считается основоположником Иркутской криминалистической школы, его знают далеко за пределами Иркутской области, даже региона нашего. Вот недавно, когда посчастливилось послушать доклад председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, и когда он узнал, что мы из Иркутска, он сразу же первое, что вспомнил, сказал, передаю привет иркутским криминалистам, очень хорошо помню труды Владимира Ивановича Шиканова, я думаю, это такое выдающееся призвание. И, конечно, в дальнейшем у нас работали на кафедре такие выдающиеся профессора, как Григорь Степанович Гаверов, сейчас работает Сергей Семенович Басколов, и это имена выдающихся таких представителей уголовно-правовой науки, которые известны далеко за пределами региона. Наша кафедра уже имеет кафедра уголовного процесса прокурорского надзора, она, конечно, тоже известна, у нас трудится доктор юридических наук профессор Юдивич Лавна Смолькова, автор очень многих трудов и собственной школы, под ее руководством защищено очень много кандидатов юридических наук, в том числе даже и доктор юридических наук у нее защищался. Ирина Георгиевна Смирнова, это доктор юридических наук, которая долгое время трудилась у нас в институте, возглавляла кафедру уголовного процесса прокурорского надзора, ныне она директор Института публичного права Московской государственной юридической академии университета именно Кутафина. Я считаю, что это, конечно, высокий показатель квалификации представителей нашей, скажем так, науки уголовно-правового профиля. Вот у меня к вам такой вопрос, поскольку вы представляете две кафедры, насколько важно в штате кафедры иметь практиков, особенно для юристов? Расскажите, пожалуйста. Ну, я, наверное, начну, да, поскольку действительно практики – это не только требование федерального стандарта образовательного, но, я думаю, что это реалии нашей жизни. Нельзя преподавать юридические дисциплины в отрыве от юридической практики, особенно это касается, конечно, уголовно-правового профиля. Я очень рада, что у нас в нашем институте юстиции трудятся практики. Это и прокуроры, это и представители Следственного комитета, и адвокаты, это представители экспертной службы. И, конечно, они все не только квалифицированные сотрудники, они могут рассказать нашим студентам не понаслышке, что происходит на практике, как это соотносится с требованием теории, и таким образом создать очень полную картину такой необходимой юридической квалификации. Можно я все-таки еще с предыдущего вопроса уже подготовил несколько фамилий, хочу их озвучить, страна ведь должна знать своих героев, так сказать, да? У нас не так много было заведующих кафедры гражданского права и процесса, но все они яркие легендарные личности. В частности, в течение 10 лет кафедру возглавляла Елена Геннадьевна Белькова. Это прекрасный педагог, наставник, учитель, в общем-то, лектор блистательный. И вот на ее счету подготовлено 11 кандидатов юридических наук, и эта работа продолжается. Один из которых перед нами сидит. Да, я 10-й юбилейный, между прочим, был кандидат науку Елена Геннадьевна Бельковой. Затем, конечно, у нас кафедру возглавляла Татьяна Валерьевна Лам. Но здесь добрая традиция, продолжение от Валерия Александровича Семеусова. И сейчас, в настоящее время, кафедру возглавляет Юлия Вороздатовна Вениченко, тоже блистательный организатор, ученый, но также наставник, лектор и вообще просто творческий человек. Ну и кроме того, у нас известные, видные ученые трудились в свое время и трудятся по сей день. Вот в частности, конечно, нельзя не вспомнить Елену Александровну Коткову, которая почетный профессор БГУ. 65 лет отработала в университетах, сначала в Искутском госуниверситете, а потом перешла в 93-м году в Байкальский госуниверситет. Это и, конечно, Эльвира Константиновна Ольхон, это и Галина Анатольевна Вакулина, которая начала работать еще, даже когда юридического образования здесь не было, а вот на первых кафедрах, читая правовые основы у экономистов. Ну и ряд других, сейчас просто боюсь кого-то не вспомнить, конечно, выдающихся ученых. И сейчас кафедра наша, конечно, вот в этом плане представлена хорошо. Недаром к нам постоянно обращаются за тем, чтобы мы написали отзывы на диссертации на СССР кандидата доктора наук или на рецензии на монографии, учебные пособия. В этом плане наша кафедра высоко котируется в, скажем так, юридическом сообществе. Ну и, безусловно, у нас есть практики, тоже в свое время, в разное время трудились и трудятся, допустим, Сергей Юрьевич Некрасов, это судья в отставке, да, Сергей Михайлович Амосов, он у нас работал зам. представителя высшего арбитражного суда в почетной отставке. У нас работают также, конечно, и адвокаты, которых мы привлекаем к учебному процессу, нотариусы, которые вот даже организовали, это школа секретаря нотариуса. Причем нотариусы тоже есть интересные такие, которые не теряют связь с наукой. Вот одна из них недавно защитила кандидатскую диссертацию, она, будучи нотариусом, стала еще и кандидатом юридических наук и активно работает с нашими ребятами. Поэтому, безусловно, вот эта научная составляющая в совокупности с практикой дает качественный образовательный результат, и как раз ребята выходят подготовленными уже на практику. Хоть и несколько программ назад мы касались уже этой темы, ну и раз уж мы заговорили о практике, мне бы хотелось узнать. Расскажите, пожалуйста, вот кратенько, с какими ведомствами вообще сотрудничает наш Байкальский государственный университет? Вот конкретно с какими ведомствами могут сотрудничать наши студенты? Куда они могут приходить на практику и получать уже конкретные профессиональные навыки? Ну, прежде всего скажу, что мы очень тесно сотрудничаем со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области. С ними у нас несколько совместных проектов, в том числе и в области практики. У нас действует школа молодого следователя, куда студенты могут прийти и послушать не только наших преподавателей, но и действующих следователей, может быть, даже с ними поучаствовать в отдельных следственных действиях, принять участие и побывать в стенах криминалистических лабораторий, классов и так далее. Вот, кроме этого, Главное управление Министерства внутренних дел по Иркутской области также мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем с судами Иркутской области, с прокуратурой. Вот, в частности, буквально недавно совершенно мы занимались набором общественных помощников в прокуратуру города Иркутска. Ну и кроме этого, конечно, это различные иные правоохранительные структуры, это органы адвокатуры, нотариата. Ну, это, наверное, передам слово Владимиру Николаевичу, гражданско-правовому профилю, главное, перейдем. Да, вы знаете, как удачно, я даже распечатал себе, не знаю, что будет такой вопрос, но предполагал, разумеется. Вот на сегодняшний день у нас заключены договоры на прохождение производственной практики на кафедре с 45 профильными организациями. Это что значит? Что наши студенты без места для прохождения практики точно не останутся. Это и администрации районов, городов, это и управление федеральной налоговой службы, это, соответственно, и управление капитального строительства, суды, безусловно, арбитражные суды общей юрисдикции, различные виды банков, Сбербанк и прочие, значит, арбитражные управляющие и адвокатские кабинеты, и управление Роспотребнадзора, и, в общем, много-много других организаций. Поэтому здесь проблем у студентов нет. Я даже забегая вперед, хочу сказать, что наши студенты востребованы не только как практиканты, которые проходят небольшой период времени, но и как в последующем потенциальные работники, потому что запросы и от этих организаций, и от иных поступают. И вот мы сейчас уже с Ириной Игоревной находимся в такой ситуации, что нам уже советовать некого, потому что всех мы уже почти ребят распределили по соответствующим направлениям, и ребята, надо сказать, не берут на первом заявлении, они выбирают, но это здорово, что у них есть этот выбор. То есть мы делаем вывод, и с Владимиром наши радиослушатели и телезрители делают вывод, что возможность трудоустройства у вас большая. Весьма. У нас большая возможность трудоустройства, абсолютно верно. Мы на последних курсах уже даже не знаем, кого посоветовать, потому что у нас студенты, начиная с третьего курса, ну, на четвертом, те студенты, которые хотят работать, они уже работают. Студенты разные бывают, конечно, да, и если студент нетрудоустроен, то мне кажется, это просто, это его выбор, он хочет немножко продлить беззаботность, свободное время. Но ничего, мы его устроим после окончания учебы. Это прекрасно, да, но давайте теперь от практики мы плавно перетечем в науку. Есть ли возможность у студентов, которые обучаются по данным направлениям, заниматься наукой? И может уже есть те, кто занимается наукой? Вы знаете, у нас институт юстиции, это, скажем так, непрерывное образование. К нам приходят студенты из колледжа после юридической специальности среднего образования, получают образование бакалавриата или специалитета пятилетняя, имеют возможность пойти в магистратуру. У нас целых четыре направления самых распространенных видов магистратуры от гражданского до уголовного права, да, и юридической психологии, оперативно-рассной деятельности, судебной экспертизы. А в дальнейшем у нас есть возможность предоставить возможность студентам пойти в аспирантуру по специальности 5.1.2. Это цивилистические науки, да? 5.1.3. И 5.1.4. Это уголовно-правовые науки. У нас действует созданный диссерционный совет по защите кандидатских институтов и сестаций по этим специальностям. И, конечно, у нас, как нигде, я думаю, в другом ВУЗе города Иркутска есть все возможности для того, чтобы студенты занимались наукой и становились и кандидатами, и докторами юридических наук. Также проходит огромное количество научных мероприятий, конференций, чтений. Можно тоже вот еще за гражданский профиль сказать? Конечно. Мы в это дни одна кафедра, а в уголовных целых три. И вот как община коренных малотисленных народов. Понятно, к чему вы ведете уже. У нас тоже есть чем похвастаться, хочу сказать. И в частности у нас, если говорить про конференции, то с 2012 года проходит ежегодная международная научно-практическая конференция «Защита частных прав. Проблемы теории и практики». Идейным вдохновителем которой выступила Юлия Ворозовна Вениченко. И кафедра в едином порыве поддержала это, значит, интересное мероприятие. И вот оно уже в этом году будет проводиться 13-й раз. Мы люди несуеверные. В этом году 13-я конференция будет в пятницу, 13-го сентября. Вот. Поэтому запомнить будет несложно. За лето. За лето. В частности, еще проводятся у нас и региональные круглые столы, где мы обсуждаем актуальные, сдаваемые Пленумом и Верховного суда. Это и круглые столы. Вот, допустим, мы входим в экспертную комиссию Росветнадзора и недавно организовывали подобный круглый стол с привлечением прокурорских работников и так далее. Кроме того, у нас в структуре кафедры, скажем так, создан студенческий юридический клуб «Цивилист», где ребята проводят интересные такие баттлы с привлечением, опять же, в качестве экспертов, практических работников. Это тоже занимательно. Кроме того, есть студенческое научное общество. Это хоть и университетское мероприятие, но большое количество наших участников, именно студентов института юстиции. И последние годы как раз-таки СНО возглавляли ребята из Института юстиции. Ну и если идем дальше, то это Совет молодых ученых. И как раз недавно избрали нового председателя, до этого был я, а сейчас, опять же, председателем избрали доцента кафедры гражданского права Екатерину Вячеславовну Карпееву. Поэтому есть и такие постоянно действующие у нас направления, как у вас школа молодого следователя, у нас школа секретаря нотариуса, у вас цивилист, а у нас Шерлок и Холмс 21 века. Вот видите, как хорошо. Мы очень гармонично. Дополняем друг друга. Да, мы не спорим, мы наоборот понимаем, что мы обучаем юриспруденции в целом. Ну и кроме того, помимо таких постоянно действующих, есть и дни науки, которые мы организовываем по разным направлениям, тоже интересные темы избираем. Поэтому у студента, желающего заниматься наукой, есть эти возможности, а особо отличившихся студентов потом поощряют еще и повышенные стипендии. Вот как раз об этом я тоже хотел поговорить. Все-таки, какие вообще глобальные преимущества есть у студентов, которые занимаются наукой? Ну так еще случайно совершенно получилось, что вы еще и заместитель директора по воспитательной работе. Вот. И вот, Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, как таких студентов поощряют? Прежде всего, самое главное поощрение, что студент начинает постигать основы написания научных работ. Это не так просто, это нужно научиться. И как раз-таки такой ему даже мастер-класс предоставляется. Кроме того, это и возможность выступления на различных площадках. У нас есть ребята, которые за счет даже бывают не только в УЗО, и принимающие стороны побывали и в Кыргызстане, и в Армении, и в Москве. То есть, это возможность путешествовать, общаться, заводить новые научные связи. Это и, безусловно, возможность получения повышенной академической стипендии. Да, если она в два с лишним раза возрастает, если студент активно ведет научно-исследовательскую деятельность. Это и возможность участия в грантозаявочной деятельности. А это уже совершенно другие деньги. Ну и наши ребята, они активно участвуют в подготовке научных работ. Что ж, Владимир, мы с вами недавно статью подготовили, да? Скоро ждем ее развлечения в Вилайбре. Причем это не просто статья, а статья из журнала ВАК. И вот с особо одаренными ребятами такие статьи, вот они бывают, выходят. Поэтому у вас уже в портфолио будет весомое такое достижение. Ну что же, и есть возможность и теоретической, практической подготовки, есть возможность заниматься научной деятельностью. Достаточно уникальные направления, мы делаем такой вывод. Ну а на этом наш эфир уже подходит к концу. Хочется вам сказать спасибо, Елена Игоревна, Владимир Николаевич, за то, что вы сегодня к нам пришли. Мы поговорили о достаточно уникальном профиле, в то же время классическом. А я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что сегодня у нас в гостях были Елена Пойгель, директор Института юстиции Байкальского государственного университета, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора. И Владимир Белоусов, доцент кафедры гражданского права и процесса. И ваши ведущие, Владимир Изместив. Например, Талия Евдокимова. Ну а также от себя хочу добавить, Елена Игоревна, Владимир Николаевич, огромное вам спасибо, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию. Я думаю, что всех аспектов мы обсудить и не успели. Это задело на следующие программы, поэтому обязательно вас ждем. А мы придем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.